Их дом, просторная тундра, их призвание продолжать дело предков. В Центре народного и декоративно-прикладного творчества открылась фотовыставка «Ко дню оленя». Первыми самобытный уклад жизни ненцев увидели маленькие зрители. Зачарованным взглядом они следят за происходящим на экране, тем, как проводит свой день хозяйка чума. Вот она просыпается, сразу ставит чайник, топит печь, кормит семью, прибирает и убирает постели. Планы на день большие. До обеда надо успеть сходить за дровами, разделать мясо, дать задание детям. Жизнь в тундре хоть и неспешная, но подчинена законам природы и времени. Совсем не такая, как у них, городских жителей. Ну, там нет таких современных технологий, теплого душа, газа, связи, интернет. Узнать своими глазами моменты из жизни коренного населения тундры помогла фотовыставка. Автор работ – известный в округе врач-педиатр Галина Артеева. Много лет по долгу службы она летала по стойбищам. В командировке брала не только медикаменты и оборудование, но и фотоаппарат. На стендах фотоработы, сделанные в общине Ямпто. Эти люди – одни из немногих, сохранивших традиционный образ жизни. Здесь показаны фотографии, все-таки, наверное, больше праздничные, потому что они делались именно в день оленя, начиная с 97-го года. И, ну, все равно через них можно изучать свой родной край, изучать традиции коренных народов. И также у нас здесь есть миниатюрный чум, в котором можно сфотографироваться. Маленькие дети увидели, какие куклы шьют в тундре и узнали, какими играми забавляются ненецкие дети. В одну из них – тыську – даже сыграли сами. Для игры в нее используют камешки или костяшки. Увидеть мир коренного населения тундры в Центре народного и декоративно-прикладного творчества может каждый. Выставка будет работать до сентября. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Традиционные виды...